Зайти в офис, занять очередь или воспользоваться банкоматом. То, что для большинства клиентов Сбербанка пустяки, для людей с особенными потребностями непростое дело. Модернизация удаленных каналов обслуживания, создание доступной среды в офисах, говорят сотрудники банка, это приоритеты. В России сегодня живут около 12 миллионов человек с различными формами инвалидности. 90% клиентов с ограничениями функциями зрения или слуха и речи, это клиенты Сбербанка. Поэтому Сбербанк для этих клиентов делает все возможное. В Сбербанке Инна Вербицкая бывает нередко. Чтобы снять деньги, обращается к специалистам. Банкомат признается удобней, не нужно брать талон и ожидать, но девушка боится ошибиться. Не знала, что современная техника оборудована разъемом для наушников и полностью озвученными операциями запроса баланса и снятия наличных. Да и в общем потоки и не стоять не нужно. Нужно лишь взять специальный талон. Вот эти новшества, они, я думаю, очень помогут людям с ограничениями, особенно с ограничением по зрению, пользоваться услугами Сбербанка. Ну и мы надеемся, что будет все еще улучшаться и улучшаться. Также для клиентов с нарушениями зрения работает голосовое сопровождение в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Сайт адаптирован для слабовидящих. Для клиентов с нарушением слуха в 71 офисе Приморья реализован сервис видеосурдоперевода. Благодаря этому клиенты получают консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка. Услуга предоставляется бесплатно. Все сотрудники банка проходят обучение по основам коммуникации с клиентами, имеющими особенные потребности. И, конечно, дистанционные сервисы банка делают получение услуг гораздо проще для клиентов с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Сбербанк Онлайн и с помощью мобильного банка сегодня можно осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения офисов банка и обращения к сети устройств самообслуживания. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.